За период с 8 по 14 февраля сотрудники отдела ГИБДД составили 204 протокола об административных правонарушениях. На дорогах города произошло 10 ДТП с материальным ущербом. Также стражи правопорядка задержали двух водителей в состоянии алкогольного опьянения. Первый смирился с судьбой молча, а вот за вторым пришлось погоняться. Водитель автомашины ЛАД-200 не остановился на требовании сотрудника полиции. Было организовано его преследование. И он на дороге, ведущей на озеро Протяжное, на автостоянке около нашей святыни, всем известный, был задержан. Попытался скрыться с сотрудниками полиции в лесном массиве бегом, но сотрудниками полиции был задержан. Как позже выяснили сотрудники полиции, ранее мужчины уже привлекали завождение в нетрезвом виде. Возможно, это и подтолкнуло его на отчаянные действия. Как бы то ни было, теперь водителю грозит уголовное преследование. На этой неделе особенно бдительным стоит быть родителям за рулем. Чтобы напомнить о правилах перевозки юных пассажиров, отдел ГИБДД запустил профилактическую операцию автокресла детям. Детей до 7-летнего возраста разрешено перевозить только в детских удерживающих устройствах. А детей с 7 до 11 лет, включительно, то есть до 19-летнего возраста, на передних сидениях только с использованием детского удерживающего устройства. А на задних сидениях либо с использованием детских удерживающих устройств, либо с использованием других каких-то средств, приспособлений, которые позволили бы ребенка пристегнуть штатными ремнями безопасности. Обильный снегопад, который обрушился на город в конце минувшей недели, обошелся без серьезных последствий. В то же время сотрудники госавтоинспекции постоянно следят за тем, чтобы состояние дорог соответствовало всем ГОСТам. И при необходимости направляют коммунальным службам требования устранить глубокие колеи. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.